В эфире студия Репортер. Меня зовут Татьяна Блайда. Здравствуйте. 7 октября в Одесском зоопарке пройдет зоокараоке. Мероприятие проводится каждый год и уже стало традиционным. Организаторы подготовили множество сюрпризов. О том, какими они будут, мы спросим у директора Одесского зоопарка Игоря Белякова. Игорь, здравствуйте. Первый вопрос, что такое зоокараоке? Неужели это когда песни помогают петь животные? Как это происходит? Нет, не совсем так. Поют не животные, поют люди. Это караоке, но с таким зоологическим уклоном, то есть больше на зоологические темы. Это песни будут про животных? Это песни о животных. Песни могут быть разные на самом деле, потому что мы пытаемся удовлетворить разные вкусы и разные возрастные категории наших певцов. У нас праздник начинается в 12 часов, в субботу, 7 числа. Мы всех приглашаем. И он призван, во-первых, мы хотим весело с песнями проводить тепло. Вот уже заканчиваются последние теплые деньки. Уже такая осень наступает, такая прямо осенняя. Но пока еще будет тепло, мы хотим сделать такой праздник на свежем воздухе, с песнями, с танцами, с подвижными конкурсами различными для детей. На кого ориентирован праздник? Это детский праздник? Праздник, конечно, детский. Как и любой праздник, он, конечно, детский. Но, вы знаете, мы давно заметили, что в этих наших детских праздниках с удовольствием принимают участие и мамы, и папы, и дедушки, и бабушки. И взрослые тоже. Праздники же очень интерактивные. Тут есть викторины, там различные подвижные какие-то игры. И вот в данном случае это конкурс караоке. То есть мы будем петь, будем выбирать лучших певцов. И это будет приурочено, если вы помните, сегодня же еще день защиты животных. То есть это все построено на защитной теме, на теме любви к животным, на теме любви к живой природе. И оно переплетается вот с человеческими такими вокальными способностями, песческими талантами. Хватает ли песен про животных на целый праздник, на целый фестиваль? Очень много есть на самом деле песен про животных. Мы распечатали такие вот тексты. То есть каждый желающий может взять любую песню, которая ему понравилась, взять текст в руки и спеть. Нужно обладать вокальными данными, музыкальным слухом. Или просто любить животных, или просто любить петь. А лучше всего любить петь и любить животных. И человек поет в караоке же, поет не голосом, а душой больше. И это всегда получается очень весело, очень здорово. Поют и дети, и взрослые. И мы можем на любой вкус. То есть мы брали там и старые мультфильмы, и новые мультфильмы, вот эти песни. Песни о животных. Брали современную украинскую эстраду. То есть самые разные вкусы. Поэтому этот праздник призван дать хорошее настроение, заряд какого-то хорошего настроения, положительные эмоции. Игорь, вы упомянули такой момент. Лето уходит, осень сейчас мы имеем, и впереди зима. Как в зоопарке готовятся к зиме? Температура, режим меняется, и не все животные, скажем так, любят наши зимы одесские. Как готов в зоопарк перейти на новый режим? Мы уже подготовились к зиме. Подготовка включает в себя, прежде всего, ревизию отопительных систем. Поскольку у нас нет газифицированной, нет центральной системы отопления. У нас есть несколько котельных по территории, которые на твердом топливе мы закупаем уголь каждый год. Мы сжигаем где-то 110-120 тонн угля, в зависимости от того, какая зима. И наши же кочегары круглые сутки, в период отопительного сезона, топят все вот эти печки. Мы обогреваем и животных, и людей. На самом деле, все животные, в общем-то, в мировом масштабе, если так судить, они больше не любят жары, чем холода. Потому что жару переносят тяжелее животные, чем холод. И если особенно, когда животное сыто, когда оно не голодает, а когда оно достаточно хорошо питается, то никакие холода ему не страшны, никакие морозы. По крайней мере, для большинства животных так. А кто, скажем так, больше всего боится зимы в Одесском зоопарке? Ну, у нас 75, примерно, процентов наших питомцев, это животные, которые не требуют дополнительного обогрева. Мы их не греем. То есть они вот так вот клетка, как на свежем воздухе? Да, на свежем воздухе. У них есть логовище, там, на зиму они утепляются, там солома. И при, я повторяю, при сытом желудке животные совершенно не боятся никакого мороза. Но есть холодобоязненные, да, теплолюбивые животные, которые боятся. Первых мы забираем, скажем так, с улицы домой, первых забираем черепах. Потому что черепахи животные, холоднокровные, покелотерные, они боятся холода. У них цепенеет, весь метаболизм затромаживается при холоде. Поэтому их мы первыми забираем. Потом, в зависимости уже от того, какая осень, когда наступает холода, мы постепенно забираем уже обезьян. Слониху нашу, конечно, закрываем в теплое помещение. Антилопы, зебры, пеликаны, фламинго. Но, я повторяю, это как бы меньшая часть нашей коллекции. Большая часть животных совершенно не боится мороза. Но в условиях одесской зимы мы очень многих наших питомцев, в такие зимние, даже в январские, февральские, но солнечные такие дни, теплые, когда мы их пропускаем, они выходят. Даже фламинго зимой выходят. Иногда даже на снег. Если плюс температура, нет ветра. Обезьяны, например, наши, они, особенно в новом обезьяннике, у них там такая система, у них отапливается зимник, там они зимуют. Но у них есть амбразуры, такие окна, через которые они выходят в летний вольер. И они по своему усмотрению уже сами решают, когда им выйти. Если на улице холодно, они не выйдут. Если температура для них комфортная, они выходят. То есть я так поняла, что зима не жуткая проблема для зоопарка? Она не представляет. В принципе, при правильном подходе, если к ней подготовиться, и запостись всем необходимым, то никаких проблем зима не представляет. Зимой всегда можно согреться. Летом, вот от жира бывает тяжелее спрятаться, да? Летом уже пережили, да. Встречаем зиму. Игорь, у меня вот такой вопрос. Я знаю, что зоопарк ждет переменно. Полтора года архитекторы разрабатывали проект для того, чтобы реконструировать зоопарк. В частности, вход планируется сделать в мавританском стиле. А муниципалитет для этого проекта обещал выделить денег. Расскажите нам, какая ситуация. Выделили деньги, как обещали буквально месяц назад. Да, смотрите, конкретно на реконструкцию, на саму реконструкцию. Деньги в данный момент пока не выделены. И еще не определено точное. Есть же несколько проектов, несколько идей. И тот, про который вы говорите, в мавританском стиле, это одна из них. И на самом деле реконструкция зоопарка, программа же есть, программа, которая принята городским советом. И мы ведем реконструкцию в рамках тех финансовых возможностей, которые у нас есть. То есть то, что вы сами зарабатываете, выкладываете реконструкцию. Но у нас, знаете, у нас стали... Вам нужна помощь же, правильно, от муниципалитета? Конечно. Смотрите, мы, допустим, мы построили за последние пару лет, мы построили вот обезьянник, тигрятник. Сейчас мы заканчиваем медвежатник. Очень большой объект. У нас медведи. Это, кстати, как бы, как я говорю, последняя болевая точка. Вот у нас было волки, были в очень плохих условиях, тигры и медведи. Вот мы устроили уже в хорошие условия, в современные такие условия всех животных, кроме медведей. И медведей мы сейчас заканчиваем реконструкцию. Мы ее делали уже больше года. В прошлом году мы начали. За парк справляется? Хватает ли вам финансов? Мы зарабатываем неплохо. Кроме того, нам в этом году стали городской совет, нам выделяют из бюджета города гораздо больше денег. Если мы в прошлом году, допустим, в 2016 нам выделили 6 миллионов 300 тысяч, до этого в 2015 году тоже около 6, то есть нам постепенно повышали, то в 2017 году мы уже получили 14,5 миллионов гривен. И мы можем покрывать свои расходы на все наши нужды, в том числе на корма. А то, что мы зарабатываем, а зарабатываем мы, слава богу, неплохо, мы можем проводить реконструкцию нашего зоопарка. Конечно, если выделить сразу много денег, да, вот несколько десятков миллионов, допустим, на реконструкцию, то, конечно, она пойдет быстрее. И сейчас эти вопросы прорабатываются на уровне городского совета. Ну вот тот проект, о котором я говорила, проект в мавританском стиле, кто его предложил, придумал и как вы относитесь к нему, как к нему относятся в зоопарке? Это неплохой проект, в общем-то, это один из возможных вариантов. Это группа одесских архитекторов, очень талантливых, на мой взгляд. И мне нравится их, в общем-то, их проект. Но я повторяю, я пока не могу сказать, что мы будем делать вот так, потому что, ну, во-первых, это же решается на уровне мэрии. А что предложили эти ребята? Вот что возможно появится в зоопарке? Ну, возможно, появится, во-первых, второй вход обязательно должен быть, там с другой стороны, потому что с этой стороны вход, вот с этой стороны привоза там, ну, он непрезентабельный, мягко выражаясь, да? Скорее его сделать черновым входом, да? Да, 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 может быть. Черным входом. Ну, должен быть второй вход, потому что театр начинается с вешалки. Вот там будут, в силу того, что у нас территория не такая маленькая, но и небольшая, 6,5 гектаров, на самом деле это немало. Многие говорят, что маленькая территория, но, допустим, зоопарк Барселоны, да, вот там 10 лишних гектаров, ненамного больше. Здесь зоопарки по 3 гектара, по 4 гектара, меньше нашего. Тут дело не в количестве, а в качестве. У нас половина территории не освоенной, дай бог нам ее строить. И должны быть насыпные экспозиции, мы вот думали о том, чтобы, знаете, такие ярусные экспозиции, чтобы к минимуму свести там вот эти решетки, должно быть стекло, там, рвы, чтобы создавалась иллюзия, как бы... Присутствие, да, рядом с животным. Присутствие внутри экспозиции, да. То есть вот такие вещи. Любой проект, какой бы ни был принят, да, и как бы ни приделась реконструкция, он должен соответствовать нескольким критериям. В нем должно быть комфортно для животных, он должен быть удобен и безопасен для обслуживания. И, что самое важное, наверное, ну, тут нет самых важных, тут есть три разноважные задачи. Он должен быть эстетически приятным для посетителей. То есть, ну, вот, допустим, если тигр, да, вот у нас наши тигры, они, кстати, вот отгуляли недавно, сейчас сам какая-то вроде бы беременная. Да, что поздравляем. Да, вот мы построили новый тигрятник, вот сделали реконструкцию, они начали размножаться, видите. Им тоже нужна эстетичная атмосфера. Если тигр, да, его можно сравнить с каким-то алмазом, бриллиантом, то вольер, в котором он с огранкой, огранкой и оправа, да, он должен быть как-то вот красиво оправлен. Поэтому вы ждете, я так понимаю, финансирование, ждете, пока проект утвердят, да, окончательное решение примут. Как думаете, насколько долго это может затянуться? Вот когда мы увидим уже первые результаты красоты, то и огранки, как думаете? Я не знаю, ну, конечно, я же повторяю, я не решаю этих вопросов. Мне хочется, чтобы было побыстрее. Мне бы хотелось, конечно, чтобы мы к 100-летию как бы завершили реконструкцию. Мы отпраздновали 95 лет вот только. То есть хочется к 100-летию. 5 лет еще есть, да? Да, хочется к 100-летию получить. Игорь, вот тоже связан с нашим разговором такой вопрос. В Одессе не только муниципальный зоопарк существует. Недавно, пару лет назад, открылся биопарк, частная структура, частное заведение. Вот как вы ощущаете конкуренцию? Дышат ли вам в спину и стало ли у вас меньше посетителей после того, как открылся частный биопарк? Отбирают клиентов, скажем так? Биопарк открылся год с лишним назад, в июне прошлого года. То есть он работает год с лишним. То есть два сезона как бы вот он отработал. И, конечно, мы достаточно так мониторим эту ситуацию, потому что, ну, понятно, что некоторые люди мне говорили, что вот биопарк может там перетянуть, потому что он новый, да, он современный. Вот то, о чем вы говорили, та самая огранка, да? Да, да, огранка, да. Там хватает красоты, там разрисовано красивыми картинами, да. Ну, да, но получилось так, что я же, поверьте, очень внимательно слежу за всей динамикой наших финансовых поступлений. Вот входная касса. Я вам могу летом по входной кассе, вот сколько мы денег с тобой, я могу сказать температуру воды в Черном море. Я не шучу, это действительно так, потому что я в малейшей тонкости этого понимаю, потому что это как бы, ну, мы стараемся привлекать посетителей. Во-первых, это, конечно, имиджевые вопросы. Мне очень нравится, я очень горд тем, что у нас очень большая посещаемость. Мы вторые после Киева. Среди всех зоопарков Украины. Да, мы вторые после Киева по посещаемости. И я придерживаюсь такой вот философии, что нельзя делать высокую цену билета. Даже если мы сделаем реконструкцию, то все равно сильно задирать цену билета нельзя. Вы помните, какая сейчас цена в зоопарке Одесском? 50 гривен взрослый и 30 гривен детский. И льготные есть, и абонементы. То есть у нас очень такая лояльная система, потому что, на наш взгляд, зоопарк, городской зоопарк, это социальный объект, прежде всего. И мы не машина по зарабатыванию денег. И это не наша задача. То есть я так поняла, что в этом и ваше преимущество перед тем же биопарком, да? Мы должны обеспечить всем слоям населения ходить в зоопарк часто и всей семьей. Вот в чем я вижу смысл. Зоопарк сделан для людей, не для зверей, а для людей, прежде всего. И наша задача – дать возможность людям много ходить в зоопарк. Поэтому он должен быть дешевым. И у нас, на самом деле, я не почувствовал сколько-нибудь значимого оттока, скажем так. Потому что у нас посетителей как было много, так и осталось. С открытием биопарка у нас разные какие-то разные форматы, понимаете? Вот разные форматы. Мы вряд ли можем конкурировать друг с другом. У нас люди приходят как бы в парк гулять надолго. Вот они приходят, они целый день у нас находятся. У нас летом не жарко. У нас вот… У вас больше территории. Да, большая территория. У нас очень много животных. У нас можно где и покушать, ну там, в принципе, тоже. Но у нас можно как-то отдохнуть. У нас есть я гамаки развесил там, чтобы люди могли там полежать в гамаках. И другая немножко, другая, может быть, целевая аудитория. Или, может быть, разная. Ну, в общем, я не заметил ощутимой какой-то конкуренции. Поэтому я думаю, что мы скорее должны с биопарком дополнять друг друга. Просто дополнять друг друга. Да, они соперничают. Да, они соперничают. Спасибо вам большое, Игорь. Я напомню, что в гостях у нас был Игорь Беляков, директор Одесского зоопарка. И говорили мы о том, что 7 октября в зоопарке пройдет праздник, мероприятие, зоокараоке. И всех одесситов приглашают в выходные побывать там. Меня зовут Татьяна Блайда. И мы с вами увидимся на телеканале Репортер. Счастливо.